Ребят, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас, по вашей просьбе, я выполняю ваш заказ, пишу видео про денежный код. В основном меня об этом просили ученики, а также те, кто часто бывает на моих прямых эфирах в Instagram, потому что там часто я вживую, напрямую отвечаю на ваши вопросы. Я сейчас расскажу о главных базовых тезисах, что это такое, как это посчитать, как это прописать и что со всем этим делать. Итак, что у нас такое денежный код? Это сочетание нескольких чисел, которое утрировано как магнитом, притягивает финансовый успех в вашу жизнь. Код мы будем получать путем простого арифметического расчета. Технология, естественно, это вычисление разработала наука нумерология. Ни для кого из вас не секрет, что цифры, под которыми мы родились, наша дата рождения, не только влияют на всю нашу жизнь, но и могут нам как помочь скорректировать какие-то события, да, могут сработать в негативном ключе. Итак, денежный код для чего вообще он нужен? Он нужен для того, чтобы понять перспективу своих денежных дел, приумножить финансы, управлять грамотно финансовыми потоками, чтобы не влезать в долги и накопить достаточную сумму для реализации того, чего вы хотите. В чем-то избежать обманов и непродуманных трат, но вы должны это на тысячу процентов понимать, что никакой денежный код никогда в жизни не исправит ваше финансовое положение, если у вас есть кармические отработки, родовые отработки, если, ну не дай бог, на вас деструктивные программы, и уж простите, если вы сами ленивы по жизни, потому что, не зря говорил Билл Гейтс, между попой и девяном ни один доллар не пролетит. Поэтому вы должны, в принципе, обратить внимание на такие факторы. Вот этот код, он может вам помочь, если вы ищете себя. То есть, это как будет срабатывать энергия вам в плюс, она будет у вас центрироваться и помогать вам искать свою нишу, знаете, как грамотно направлять. И, соответственно, вы сможете быстрее найти свое предназначение. Если у вас, в принципе, есть какие-то негативные установки по принципу, вы боитесь менять место работы, либо вы, знаете, зациклены на каком-то тяжелом труде, и у вас страх неуверенности в себе, страх будущего, вы не уверены в своем профессионализме, в своем опыте, постоянно сомневаетесь в своих навыках, либо у вас есть установки бедности, боязнь больших денег, больших сумм. И вот это появление мысли о том, что с финансовым потоком, с изобилием к вам в жизни могут прийти проблемы, неприятности, соблазны, либо какие-то риски. Также стандартные ваши шаблоны установки, что не в деньгах счастья. Очень часто я слышу такое, такие комментарии даже читаю от тех, кто меня смотрит, слушает, либо видит в инстаграм. Поэтому вот этот вот шаблон мы должны с вами искоренить, и нужно себя заставить отказываться от таких установок. Вы должны для себя рассматривать выгодные предложения в пользу нормальной, самодостаточной, богатой, обеспеченной, здоровой жизни. Ну и помимо всего прочего, денежный код, он убирает блоки в плане накопительства, когда вы живете деньги ради денег, ради жизни, финансовой свободы и удовольствия, от чрезмерной скупости, жадности, а также неумения тратить финансы с любовью на себя, на своих близких, на свою семью. Особенно это важно для мужчин. Почему? Потому что на самом деле для женщин тоже. Но чем легче вы тратите деньги на себя, на своих близких с удовольствием, тем активнее они вам возвращаются сто крат. Итак, давайте будем просчитывать денежный код, ну и соответственно дальше будем рассматривать все остальные нюансы. Итак, для того, чтобы посчитать денежный код, я могу сказать, расчетов вы можете найти в интернете массу. Я опираюсь на те расчеты, которые мне в свое время давали мои наставники. Я считаю, что они более продуктивные, более верные, потому что очень часто к дате рождения еще привязывают имя, привязывают отчество, фамилию. Я не считаю это корректным, объясню почему. Ну, потому что, например, каждая буква, она соответствует определенной цифре. И есть ряд имен, которые вы можете неверно просчитать, либо неверно склонять. Ну, например, Наталья или Наталия. Вроде бы одна буква, имя одно и то же, но это уже будут разные числовые значения. Опять же, в течение жизни вы неоднократно можете менять фамилию. Разводиться, брать чужую, брать, в принципе, новую фамилию, свою себе какую-то придумали, решили поменять имя, фамилию, отчество. Все-таки наиболее достоверным фактором будет являться то, с чем вы рождаетесь, если вам категорически важно посчитать имя, фамилию, с которыми вы пришли в этот мир. Поэтому, чтобы не вдаваться в такие вот просчеты, мы с вами будем считать только по дате рождения. Еще очень важный момент, я уже предвкушаю ваши комментарии, когда вы мне будете говорить, как же ж, если, допустим, я родился там седьмого, а меня записали восьмого, потому что я родился там в полночь. Ребята, вы записываете дату не та, которая у вас в паспорте, когда вас записали. Вас записать могут и через неделю, вот в даты вашего рождения. А вы записываете то, когда вы родились по факту. Итак, допустим, в качестве примера мы с вами возьмем вот такую вот дату. Пусть будет восемнадцатое, одиннадцатое, тысяча девятьсот восемьдесят девятого. Как просчитывается первое число? Первое число – это у нас сумма цифр. Первое число в дате рождения, то есть день, когда вы родились. И вот мы с вами считаем 1 плюс 8 равно 9. Это ваше первое число. Если вы, к примеру, родились второго, вы считаете 0 плюс 2, будет 2. Или вы родились двадцатого, пишите 2 плюс 0. То есть ваша задача – привести к единичному числу. Следующее. Дальше мы читаем второе число. Считаем. В нашем случае 1 плюс 1 получается 2. Соответственно, если вы родились, например, в пятом месяце, 0 плюс 5 – это будет 5 или первого. Или если вы родились двенадцатого, 1 плюс 2 – это будет 3. Чтобы вам было понятно, как это считается. То есть мы суммируем числа значения месяца. Третье число в этом денежном коде рассчитывается как сумма всех цифр года рождения. Поэтому мы с вами считаем 1 плюс 9 плюс 8 плюс 9. Мы с вами получаем число 27. Но наша задача – его привести к единичному числу. Соответственно, мы выполняем следующие манипуляции. 2 плюс 7 – мы получаем число 9. Если, к примеру, у вас здесь будет число 10, соответственно, 1 плюс 0 будет 1. 20 и так далее. То есть вы все приводите к единичному числу. Если, допустим, у вас здесь будет число 19, 1 плюс 9 будет 10, вы его еще раз приводите к единичному числу. 1 плюс 0 – это будет единица, чтобы вам было понятно. Следующее, четвертое число – это мы суммируем все ранее получившиеся числа, чтобы получить общую сумму. То есть мы будем с вами суммировать 9 плюс 2 плюс 9. Вот расчет четвертого числа. 9 плюс 2 плюс 9. Еще раз повторю, потому что зачастую люди бывают невнимательные, либо не слышат. Поэтому суммируем все три предыдущие получившиеся числа. Что мы с вами получаем? Мы с вами получаем 20. Соответственно, мы опять приводим к единичному числу, чтобы было понятно. 2 плюс 0 – мы с вами получаем 2. Итого, наш финансовый код, либо наш талисман в финансовых делах получается таким. Вот записываем с вами финансовый код. Он же денежный код, чтобы вам было понятно. Финансовый код. Это будет 9, 2, 9, 2. У каждого он, безусловно, будет свой. Потому что в зависимости от комбинации цифр, которые есть в вашей дате рождения, вы получите вот такую вот интерпретацию. Кроме, конечно, личного денежного кода, существуют еще универсальные, которые подходят абсолютно всем. Этот цифровый талисман изображается в виде четырех одинаковых по размеру восьмерок. Почему именно восьмерок? Потому что выбор значений не случайный. Эти числа денег в нумерологии считаются сильными. То есть являются самые сильные в плане финансов. Четыре восьмерки. Почему? Потому что те, кто погружен в эзотерику, вы знаете, что это знак клемм неската. Я, конечно, не совсем ровно нарисовала. Но вам будет понятно. Что теперь со всеми этим делаете? Личный код, который вы получили, соответственно, вы его куда-либо наносите. Некоторые его используют в качестве пин-кода на карте, либо номера автомобиля. Некоторые используют его и набивают как тату. Наносите на ежедневник. Вы наносите его на неразменную купюру и кладете, носите в своем кошельке, в своем органайзере рядом с картами и так далее. То есть везде, где вы можете его каким-то образом нанести, насечь. Это могут быть и дома картины. Вы можете его постоянно созерцать. Это могут быть, в принципе, допустим, если вы одежду шьете, да, где-то его как красиво нанести. То есть на сумке, на каких-либо вещах. То есть так, чтобы он был как и аксессуар, особо не бросался в глаза, чтобы им не светили. Но вместе с тем, чтобы вы как чувствовали прокачку эту энергетику, и он всегда у вас был рядом с вами. Поэтому вот эти счастливые числа вы всегда должны использовать в каких-то личных целях или интересах. Ну, к примеру, еще такая ситуация. Ну, вдруг, если у вас падают, например, таковые цифры, например, финансовый код будет таковым из серии 17-12, еще. То эти даты идеально использовать для каких-то знаковых вещей. Например, в этот день вы совершаете крупную сделку. Вы там приобретаете квартиру, вы приобретаете автомобиль. Или же вы, в принципе, совершаете какие-то для вас знаковые продажи. Или инвестируете во что-то новое деньги. Или открываете бизнес. Только, опять же, следите, чтобы это у вас было на растущую луну. То есть, если это еще будет, в принципе, сочетаться, соприкасаться с вашим финансовым кодом и полностью перекликаться, для вас это будет более чем значимо. В это можно верить, можно не верить. Для кого-то это будет работать как эффект плацебо. Для кого-то это будет абсолютно мимо. И я уже объяснила, по каким причинам. То есть, не считайте, что сам по себе финансовый код решит все ваши проблемы в одночасье и сделает из вас какого-то миллионера или олигарха. Нет, это как подспорье энергетического плана. Но давайте назовем, ну, сродни глифом Соломона, либо ироническим ставом, который вы используете для прокачки энергии и получения результата. Вот таким вот образом у вас будет работать финансовый код. Итак, вы можете нанести его на купюру. В следующем видео я вам покажу, как это сделать, потому что, скажу честно, свой финансовый код показывать нельзя. Еще одну разменную купюру нужно наносить именно на 1 доллар. Почему на 1 доллар? Потому что там есть знак масонов, и ваши цифры должны смотреть четко на знак масонов. Я вам покажу это в следующий раз. Желательно, чтобы она, естественно, у вас была не разменная, лежала в вашем кошельке, в вашем портмоне, где угодно. Вы, конечно же, можете нанести на любую другую купюру, если вы считаете нужным. Если не хотите портить деньги, можете нанести просто, распечатать, нанести на какую-то красивую бумагу, или, допустим, на карту Таро, Туз Пентакли, Девятка Пентакли, Десятка Пентакли, и положить себе это в кошелек. Еще, каким образом вы можете это использовать? Ну, если эти цифры каким-то образом есть в вашем телефоне, перекликаются. Если эти цифры вдруг случайно в серии паспорта, да, то есть в каком-то документе, то есть это для вас будет как мощное воздействие, то есть раскачка вашей энергии, которая будет к вам притягивать возможности, шансы людей и обстоятельства, при помощи которых вы можете увеличить свой достаток, свой финансовый код. Но, повторюсь, это не панацея, это не та ситуация, когда вы ничего не делали, просто написали финансовый код и сразу получили какой-то достаток. Многие также часто спрашивают, а когда, когда ждать денег? Вот я все сделал, я четко уверена, что у меня нет родовых блоков, все в порядке с кармой, нет родовых программ и деструктивных программ. Когда? Как правило, вот код начнет работать, скажу честно, не раньше, чем через 40 дней. Еще как дополнение, если вы носите какие-то ювелирные вещи, будь то кольца, браслеты, и внутри этих украшений, этих изделий, вы можете также нанести этот финансовый код и носить это при себе. Некоторые, вот те, кто наносит финансовый код на купюру крупного достоинства, вы должны постоянно помнить, что купюра является неразменной, вы ни на что ее не тратите, носите всегда при себе. И, соответственно, или, допустим, какую-то бумагу, где вы записали, храните в то место, чтобы она никому не попадалась на глаза. Потому что вот талисман с финансовым кодом, он не подлежит разглашению. Вот, допустим, у вас может быть такой автомобильный номер, но никто же не знает, что это ваш личный финансовый код. Поэтому вот учить, то есть желательно это не озвучивать, но и прятать от посторонних глаз. В любом случае, богатство вам, благосостояние, пусть Бог будет с вами. И самое главное, чтобы все финансовые потоки, которые есть в жизни, к вам приходили легко, с удовольствием, и вы грамотно и рационально их использовали. Я вам искренне, всей души этого желаю. Надеюсь, эта информация вам будет во благо. Я с вами не прощаюсь и до новых встреч. До новых встреч.